Дли нам привезли форель, свежую, доставка работает, хоть и карантин, с форелевой фермой, с Новотроицкого. Мы ее сейчас почистим, распотрошим, нашу двухкилограммовую форельку, и будем филировать, а потом из нее сделаем несколько блюд. Начинаем форельку нашу разделывать. Вот так, хоп, открываем. Со спины? Со спины обязательно, со спины обязательно. Вот у нас так получается, видите филе? Вот, теперь мы это убираем отсюда, вот так аккуратно, здесь вот подрезаем, и вот так, чтобы массы не вышли. И вот это вот так делаем сейчас. Сейчас, чтобы у нас кребет ушел вместе с головой. Вот все. Это все пойдет у нас на уху. Вот так вот, хоп, все. И туда, потом сразу перейдем. Вот с этого мы плавники вырежем, в юшку пойдут тоже, а вот с этого мы сделаем несколько блюд. Одно из них на гриле сделаем, одно сделаем строганину, прямо сейчас попробуем, вот из этих всех соусов с нашей аджичкой. Вот сейчас пока вырезаем плавничочки, вырежем. А это то, что у нас осталось. Голову мы вот вытащили, жабры разрезали. Готовим юшку по-сибирски. Плавники, тешка, вот плавники. И хребет, и обязательно потрошки кладем. Сердце, печень. Это вот жирочек, который мы сорвали. С внутренности, недоразвитая икорка. Сейчас закипит, снимем пенку и добавим лук, лавровый лист и перчик. Главный секрет юшки по-сибирски, это вот такое количество воды. Ни в коем случае, это не уха, не рыбный суп, это юшка. Научили в Сибири меня этому рецепту. Сюда вот лук идет, перец и лавровый лист. И вот столько жидкости на очень-очень медленном огне будет кипеть час-час тридцать, на очень медленном. Свет включить может быть. Обычно, когда я с рыбой работаю, хоть это замороженное, но замороженное всегда практически это блюдо делаю. Называется астраганина, я ее называю. Ну и не только я. Мы делаем соус. Вот чесночок давим. Чесночок давим. Обязательно добавляем соли. Обязательно сахара. Можно гранатовый соус, конечно, сделать, добавить. Но мы делаем перчик. Обязательно добавляем уксус. Бальзамический, но в данном случае у нас яблочный. Яблочный. Соя. Соевый соус. Обязательно пасту бальзамическую. Немножечко. Вот это вот перец красный. Это из Китая. Заначечка у меня. Передавали, друзья. А вот это вот домашняя заготовка. Это тоже перец маленький, чили. С чесноком. И, ну, со специями, с томатом. Его добавляем. Обязательно вот так вот размешали. Теперь, смотрите, самое важное. Внимание. Размешали. Берем ножичек. Вот так вот. Отрезаем. Вот это вот мяско. Так, вот у нас получается. Нарезаем его. Убираем кожу. Вот так. Оп. Оп. И смотрите дальше. Внимательно. Берем лучок. Макаем. Вот так соус обязательно. Ммм. Ммм. Вы сами знаете, чего не хватает сейчас под это блюдо. Но продолжим сейчас чуть позже. Вот у нас уже закипело. Вот так должно еле-еле кипеть. Сняли пенку мы. Добавляем перчик. Перчик. И наш лучок, порезанный кубиками. Лаврушечку. Вот мы добавили. Теперь ждем. И оно будет на очень медленном огне. Вот этот лучок будет в жиру купаться, высыхать чуть-чуть. И будем ждать где-то час точно. Вот. У нас готовится юшка. Теперь мы один кусок нашего филе сделаем, засолим и положим вялиться. А второй замаринуем на гриль. Как я говорил, рыба всегда любит чеснок. Всегда. Поэтому надо сначала натереть чесноком. Много не надо. Так, берете и натираете чесночком. Рыбку натираем. Вот. Теперь солим. Солим. Солим густо, да? Солим вот так вот. Обязательно слегка сахарочка, вот прям щепоточками. Красная рыба любит всегда чуть-чуть сахарочка. Обязательно. Обязательно. Наших специй. Сухие специи, они в принципе у всех есть в доме разные. Скажут, что это какая-то специально уникальная, нет. Вот. Все. Больше нашей рыбки ничего не нужно. Мы обязательно вот так сделаем. Обязательно низ подсолим. Вот здесь вот противень, куда мы будем класть наши видавшие виды. Мы сюда посыпем соль. Посыпем специи. Чуть-чуть сахарочка. И перекладываем рыбку нашу. Вот так вот берем. И кладем сюда. Потом вынесем на балкон. Ночью еще прохладно, мух еще нету. Она подвялится. Утром я покажу, что получилось. Этот кусочек, который у нас остался форели, мы будем его мариновать для гриля. Как вы помните, у нас с вами есть соус, который мы с траганину делали. Макали кусочки рыбы. Сюда добавляем чуть-чуть маслица. Чуть-чуть, потому что будем готовить на гриле. Это диетическое. Чуть-чуть добавим специи. И обязательно я добавляю всегда кетчуп. Он дает кислинку такую. И румяную корочку. Мариноваться будет буквально минут 40-50. Помните, у нас и соль, и сахар здесь все есть. Вот так вот. Ну как будем готовить, тоже покажем. Обратите внимание, главный секрет любой рыбы приготовления. Вот так кипеть должно. Не сильнее. Смотрите, чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Маленькие завихрения. И вот так должно час, час двадцать. И мясо также крупными кусками, если сварите, будет изумительное. Ну посмотрите, юшка наша готова. Лук весь, посмотрите, прозрачные пленочки стали. Он в этом жиру вытопился весь. Благодаря тому, что он сильно не бурлит. Вот это главный секрет блюд из рыбы. Из рыбы. Даже если вы из сухой щуки сделаете, но с добавлением жирной рыбы, то будет вот так вкусно. Какой аромат источается, выключаем. Посмотрите, прозрачный бульон. Он идеально прозрачный, посмотрите. Вот. Лук весь в пленочке превратился, потому что лук был в жиру. Посмотрите, как играет. Но если честно, я беру голову всегда, потому что голова это самое... Посмотрите, бульон какой. Ребята, вот это юшка. Лук весь в пленочке превратился, смотрите. Я бы еще черного перчика добавил бы чуть-чуть. Ну ладно, мне не пойдет. Наша маринованное филе форели. Гриль готов. Уже он нам пропибикал, пропиликал. Вот. Сейчас мы берем филе форели. Хоп. Это филе филе. Это форель. То, что мы мариновали, теперь запекли на гриле. Абсолютно диетическое блюдо. Форелечка готова. То, что получилось у нас. Рыбка как завялилась. Теперь ее можно кушать. Ну вот это вяленая рыба. Вот она какая получается. Тверденькая. Чеснок вообще не чувствуется. Легкий аромат. Приправ. Приятного аппетита. Легкий аромат. Продолжение следует. Правильным темпом.